всем привет вы на канале марио и сегодняшний у нас разбор у нас очень стало много гипсовых профилей и их становится все больше и больше и тут еще не все представлены профиля так как некоторые еще есть черном цвете плюс ждем профиля которые будут это ниши световые и такие полукруглые чтобы свет был рассеянный потому что вот данные световые линии от flex от компании там 35-ка и 50-ка но свет будет вот как здесь направленный будет слепить глаза и не особо это приятно что разберем тогда потихонечку сейчас сбоку будем снимать буду кратенько рассказывать что как и для чего нужен потому что вопросов много у нас даже все наши дилеры у них очень огромное количество строителей они даже не знают что у нас есть вот такие вот профиля которые могут использоваться на их них проекта потому что ну далеко еще не все отошли от гипсокартона и есть еще проекты где мы приезжаем на затяжку таких клочков санузлов остальное все в гипсокартоне и вот эта вот тенденция она очень сильно развивается и вынуждает нас закупаться этими профилями так что все погнали кратенько начнем со световых линий это световая линия 50 миллиметров здесь стандартный экран становится поликарбонатный можно как гипсокартон встраивать потолок также и в стены и и встраивают тоже очень набирает популярность потому что до этого обычные световые линии встраивали строители праву стену как в принципе у нас вот за мной тоже самая такая же история ничего этого не было ну люди хотят как бы это 35-ка от трек световой линии подходит сюда рассеиватель соответственно также со стены на потолок можно выгнать все это компонуется и все подходит друг дружке потому что ну бывает что люди там строят какой-то профилек а потом говорят блин мы хотим такой же толщины чтобы он проходил по потолку и начинается демагоги они там нашли где-то на рынке профиль встроили стену а нам потом подбирать и вот были случаи неоднократно когда-то подбирали встраивали там делали конструкцию под такой профилечек под тоники с этим с рассеиванием конструкция 5 раз дороже выходила чем профилек стоит ну не суть короче решение уже есть данное потом пойдем по теневые профиля так он выглядит вот представим что стекло это стена этот профиль с демпфером он двухсоставной один компонент и 2 от гипсокартона вот его аналог это без демпферов соответственно ну какие-то маленькие помещения можно без демпфера катать а если у вас там зал квадратов на 30 то ну очень большой шанс что там он полопается если вы без демпфера сделайте гипсокартон потому что тресканого гипсокартона я ох как много насмотрелся поверьте поэтому вот для маленьких помещениях более дешевый вариант вот демпфер для больших вот этот самый такой жирный дорогой профиль есть его аналоги потом 312 и 315 отличается он толщиной гипсокартона они вот если их два вместе сопоставить они отличаются высотой плюс ну вот такой вот демпфер он не прям черного цвета он такой сероватый также кому не нравится что он алюминиевый серый мы запросто можем порошком покрасить там в любой цвет переходим к плинтусам вот такой вот теневой плинтус так он стоит и манит закажите меня скорее очень оригинальное решение смотрится когда у вас стеночка чуть-чуть как бы выпирает на вас и плинтус получается утопленный достаточно кропотливая так сказать работа по примыканию но результат конечно крутой вот делали знакомым на объекте тоже применяли вот именно его этот плинтус его же идет аналог это с подсветкой теневой плинтус и сюда еще можно диодную ленту заложить соответственно у вас еще будет все это подсвечиваться полы будут подсвечиваться но учтите что все вот эти неровности на полах как от парящего профиля все будет видно поэтому ну учтите этот момент если у вас там какая-то кривая плитка как турецкая сабля то там все будет также и выглядеть по итогу ладно вот такой вот теневой плинтус с подсветкой переходим к мощному такому профиля это вилар под гипс это парящий профиль под гипсокартон вот сюда гипс становится вот сюда становится ленты светодиодная также можно сделать нишу большую вот у нас в проекте будут в этом как он называется волгоград сити короче там последний этаж отделывают предпоследний так сказать и там будет использоваться здесь они еще будут вокруг колон обходить еще дошивать гипсокартон сюда еще можно гипс сделать то есть воспарящие будет далеко от стены крутой конечно профиль мощный такой прям надежный вас бесчелевой профиль некоторых производителей легче чем этот вилар и также он в белом и в черном цвете все вот эти прибамбасы к нему крючочки ремешочки это все очень удобно вот здесь вот здесь вот карниз слоут моушен он идет как под демпфер также и демпфер вытаскиваете и идет под гипсокартоном можно его встроить гипсокартон можно натянуть натяжной потолок также белом и в черном цвете все вот эти прибамбасы к нему крючочки ремешочки это все тоже есть все это на сайте есть абсолютно вся информация заходите в раздел там гипс сделали специально разделчик и там все вот эти профиля присутствуют и плюс к тому что еще едут другие профиля от компании краб тоже идет вилар едет под уже натяжной потолок потому что давно его ждали демпферный профиль с подсветкой потому что все до этого колхозе ли ну как у нас там сделано там то есть отдельно профиле ок один слот там 40 80 тут уже все будет вместе уже конец таки на протяжении после двух лет галдежа галдежа появился в одно опять же вот отлили мою тестовую партию маленькую там счет грубо говоря там не хапнешь его полкилометра те никто не продаст я так думаю все это заказ и ждать придется поэтому что переходите на сайт ссылочка будет на раздел гипсокартоновых профилей там все цены есть и вся информация по этим профилям все подписывайтесь на канал и будьте первыми смотрю